Читаем Евангелие от Луки, 12 глава, 13 стиха. Некто из народа подошел ко Господу и сказал, учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мной наследство. Что это за ситуация, понятно? Два брата ссорятся из-за имущества. Обычная житейская ситуация, как говорил Анзотолус, все у нас раздоры в жизни из-за имущества. Господь отсылает его от себя, говорит, кто поставил меня судить или делить вас. Почему так Господь делает? Потому что они просят житейского, неважного, можно так сказать? Если ты идешь ко Господу, то проси уже более насущных предметов. Все, о чем учил Господь, связано с пользой души и благами духовными. Он сказал, я не от мира сего, вот и царство мое не от мира сего, потому что его постоянно провоцируют на то, чтобы он дал вот эти житейские блага. И с хлебом была ситуация, и пытались его сделать царем. И поэтому этого человека Господь отсылает, как беспокойного и нежелающего ничему научить. В то же время нас учить не заботиться ни о чем таком земном, временном, тем более не спорить из-за этого с родными. Смотрите, берегитесь любостяжанием. Кому он это сказал? Тут написано, им сказал, то есть этим двум братьям сказал. И говорит о любостяжании как зле. Называет его идолослужением апостол Павел. Ну, то есть это то, что мешает служить Богу. И тот, кто любит эти вещи, подобен идолопоклонникам. Почему нужно этого бегать? Потому что жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Ну, имеется в виду продолжительность жизни, в первую очередь. Потому что нам кажется, что когда мы собираем, это нам поможет в жизни. Жизнь еще долгая, впереди нас ждут какие-то неприятности, болезни, долгая старость. Соответственно, все это должно помочь. А так ли это на самом деле? Зависит ли это от того, сколько мы приобрели? Конечно, нет. Вот об этом здесь и речь. Это лишь действие страсти, лихаимства, любостяжательности. Страсть такова, что застилая глаза, представляет жизнь не просто долгой, а вечной. То есть такое поведение выдает пагубное настроение того человека, который подсозначенно как-то считает, что это будет продолжаться до бесконечности. И Господь присовокупляет притчу про одного богатого человека. Этот богатый человек однажды получил хороший урожай в поле и начал рассуждать, что мне делать, некуда собрать моих плодов. Мы видим действие богатства на человека. Богатство заставляет заботиться, размышлять, решать вот этот беспокоящий вопрос, что делать. Потом придумал, сломаю житницы, построю большие, соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. Вот выражается его безумие в этих словах. Хлеб мой, добро мое. Ничего у нас нет на земле своего. Все это временное. И поэтому в русском языке православное мировоззрение отражается довольно ясно. Обычно мы говорим «у меня есть». Западный человек, европейский человек говорит о том, что это его, вот это мое имущество, это мой дом, моя машина. Не понимая подсознательно вот этой истины, что это временно и дано для какой-то цели. То есть ты как распорядитель должен мудро все это как-то пристроить. Это может быть оставить, это отдать, это туда-то применить и так далее. А вот он считает их собственностью и наверняка считает поодом своих трудов. Хотя, что касается богатства, то это то, что дается. И тоже это истинно известно. Дается, потом отбирается обстоятельствами, ну или, говоря точнее, Богом и промысом Божьим. Мы видим, что богач это не собирается ни с кем делиться, собирается один этим наслаждаться, хотя человек существо ограниченное и не может все это, естественно, использовать. О Боге, о вечности он не думает, о ближних тоже, ну и, соответственно, заслуживает название безумца. Можно еще так сказать, что, ну да, богатство не сообщает долголетие, но богатство все-таки сообщает благо в этой жизни, которому, собственно, и завидует, не имеющий этого богатства. Так ли это? Из вопроса, что делать, кажется, что это не совсем так. Или совсем не так. Но это надо спрашивать у людей, которые это богатство имеют. Хотя одно наблюдение уже дает право предполагать наверняка, что эти люди больше мучаются, чем наслаждаются. Почему? Потому что богатство выставляет много беспокойства, потому что богатство можно лишиться, его могут забрать, украсть, оно может испортиться, потому что оно тленное, потерять свою цену, ну и так далее. Поэтому и возникает вот это внутреннее мучение. Ты мучаешься с этим богатством, вместо того, чтобы им воспользоваться должным образом. Ну, то есть, переводя на язык более понятный, житейский, собираясь в вечность, за границу этого мира, как собираясь за границу нашего государства, начинаешь обменивать на то, что там пригодится. Допустим, деньги эти обмениваешь на деньги те, потому что эти деньги там не помогут. И таким образом, обменивая, ты готовишь там условия лучшие для проживания. То есть, если ты богатство тленное, поменяешь на богатство нетленное, соответственно, будешь этим наслаждаться в вечности. Если все это потратишь на развлечение, на увеселение, на развитие страстей, ну и, следовательно, там будешь от этого мучиться. Этот богач так не считает, говорит, много добра лежит, на многие годы, ешь пей, веселись. Ну и бог определяет это понимание, как безумное. Безумные в эту ночь твою душу возьмут у тебя. Возьмут. То есть, он не сам пойдет. И, более того, здесь такое выражение, что как бы вырвут его из этой жизни. Потому что богатство, кроме всего прочего, еще связывает и привязывает к жизни. Поэтому богатому человеку тяжелее умирать. Буквально можно предположить, что душу ангел смерти вырвает из телесных оков. Потому что где ваше сокровище? Там и сердце. Соответственно, куда душа прилепляется? К земному, если земное сокровище. И когда душа лишается телесного, она как бы исторгается, а не выходит добровольно, с радостью, с желанием. Вот здесь тоже. Причем не я возьму, сказал Господь, а возьмут. Тут, опять же, указание на то, что богач неправедный. Потому что души праведных в руке Божией. А тут возьмут. Возьмут, видимо, ангелы злые. Причем ночью возьмут. То есть в состояние омрачения, когда человек лишен Бога познанием, находится в состоянии страстным и смертным. Кому достанется, что ты заготовил? Это вопрос ко всем для размышления. Потому что все, что мы здесь временное приобретаем, в любом случае оставляем. И часто бывает так, что от кого мы это богатство прятали, тому оно и достается. Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Богатение в Бога – это богатение делами по Богу. Вы понимаете, о чем речь. Это добродетели, это качество души, которые вырабатываются через доброе делание. Значит, богатеть Бога – это проводить жизнь Бога угодную и доставлять нетленное богатство. Познание Бога, познание себя, смиренно-мудрее, любовь к Богу и так далее. Это настоящее богатство и ценность. И далее идут наставления, связанные, конечно, с этой темой, о том, что не нужно заботиться. Но эти наставления нам знакомы. Мы их уже разбирали, когда касались Нагорной проповеди. Поэтому здесь мы это опускаем. Господь говорит, не бойтесь малое стадо. Называет учеников своего Господь малым стадом. Ну, наверное, потому что мало таких, которые решаются на подобную жизнь. Не сомневайтесь, что Бог будет опромышлять. Это видно из слов. «Ибо Отец ваш Боговолил дать вам Царство». Если Он даёт Царство Небесное, тем более подаст и временные, земные предметы. Продавайте имения свои, давайте милостыню. Но явное, как бы мы сейчас сказали, наставление неразумное. Вместо того, чтобы как-то откладывать на чёрный день, как мы обычно это делаем, тут продавайте, отдавайте, приготовляйте себе сокровищ, неоскудевающие на небесах. Но это неразумно представляется, если ограничиться только земным бытием. А если посмотреть, как говорится, сверху, в общем, в целом, то тогда всё становится на свои места. Там, где мы собираем сокровища, там наше сердце и концентрируется, значит, обращается туда. И здесь важно это понимать и даже, наверное, заставлять себя, потому что сокровища духовные, они невидимые. Ну и здесь тот самый аргумент, что ну зачем жить в будущем, когда там ещё и неизвестно, будет ли оно, не будет. Это всё может быть придумано. А мы, обманываясь, значит, теряем здесь то, что могли бы получить те же самые блага и насладиться ими. А вот, отдавая их другим, надеясь, что мы будем это получать впоследствии, можно обмануться. Но трудно это сделать нам в этом падшем состоянии, потому что богатство временно, оно ощутимое. И к нему легче привязаться. Почему Господь говорит, трудно войти богатым в Царство Божие? Потому что оно быстрее привязывает к себе. Вот это вот невидимое, в котором даже можно сомневаться. Но сомнения бывают, когда ты это не ощутишь. Ведь Царство Божие внутрь нас, и его можно почувствовать. Когда ты ощутишь, тогда уже вот этих вот вопросов и не будет. Но пока ты это ещё не ощущаешь, и приобретая богатство, ты, подвергаясь опасности, привязаться к нему так, что кроме этого уже места не будет для высших ценностей. И начнётся вот то самое идолослужение. И Господь в продолжении говорит о том, что нужно бодрствовать, то есть следить за собой, за своим сердцем следить. «Да будут чересла ваши припоясаны и светильники горящие». Это речь о трезвении. То есть, сделав своего ученика свободным от лишнего, упразднив от житейской заботы, Господь наставляет быть всегда готовым к вечности. Значит, что такое светильники горящие? Светильники горящие – это наше рассуждение, наше размышление. Это свет разума, который указывает, как нужно жить и как не нужно жить. Что касается припоясанных чресел, ну, это образ человека, готового к работе. То есть, это символ деятельности. Поэтому тут наставление, что нужно всегда искать Царство Божие. И делать это надо при горящем светильнике, то есть, при рассуждении. Рассуждение подвижниками считалось главным добродетелем в добрых делах, потому что, если делать добрые дела без рассуждения, то можно впустую потратить время. Но это в лучшем случае. Или даже погубить. Поэтому нужно и то, и другое иметь. Можно рассмотреть это еще как некая последовательность в духовном делании. Чересла припоясаны и светильники горящие. То есть, сначала жизнь больше деятельная, а потом созерцание. Припоясанные чресла – это символ деятельности. С этого начинается духовная жизнь. А потом переходит на уровень созерцательный. И вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения своего господина с браком. Конечно, это приточная речь о возвращении Господа к нам на землю, о втором пришествии. А мы должны уподобляться тем слугам, которые ждут своего господина. Соответственно, что они делают? Они бодрствуют. И блаженны рабы те, которые господин найдет бодрствующими. Посадят их и, походя, станет служить им. Вот интересная деталь. То есть, Господь для такого слуги сам готов стать слугой. И здесь можно вспомнить то обещание. Ищите Царство Божие, а все остальное я вам дам. Послужу вам здесь. А что значит послужить? Это значит даст дарование духовное. И если придет во вторую стражу и в третью найдет их так, то блаженны те рабы. Тут можно по-разному понимать эти стражи. Что такое стражи? Это такие периоды ночные. То есть, нам 12 ночи, может, 2 ночи. Это разные периоды и в жизни нашей. То есть, это может быть речь о возрасте. Блажен тот, кого я найду и в молодости, и в среднем возрасте, и в старости одинаково бодрствующем. С другой стороны, это можно толковать как обстоятельства жизненные. Ну, то есть, ночное время – это время тяжелое для нас и для бодрствования. Когда хочется спать, когда не хватает сил для трезвения, случается такое, как правило, при искушениях, при испытаниях, каких-то проблемах. То есть, здесь вторая, третья стража и так далее – это может быть степень той или иной проблемы, того или иного испытания, каких-то сложных обстоятельств. Всеблажен тот, кого Господь найдет бодрствующим, то есть, помнящим о главном, не отчаивающимся, не унывающим, не засыпающим сном смертным. Чтобы легче было бодрствовать, Господь не говорит, когда все это случится. О том дне и часе мы не знаем. Если бы ведал хозяин дома, в который час придет вор, то бодрствовал бы и не допустил бы подкопать свой дом. Вы же будьте готовы. Всегда. Такой смысл. Ибо в который час не думаете, придется и человеческим. Если сказать нам конкретные сроки, то это даст повод расслабиться. Вообще, если говорить о бодрствовании, то этот подвиг считается самым важным, основным в духовной жизни. И можно найти об этом много наставлений святоотеческих. И из священного писания мы знаем, что нужно бодрствовать, трезвиться в молитвах, вот у апостола Петра это пишется в послании, у апостола Павла также, и изображается в правилах святых подвижников. Ну, например, Исихий Иерусалимский – это известный писатель церковный, который очень много писал о трезвении. Вот он определяет трезвение как путь всякой добродетели. Если мы хотим исполнить заповеди Божии, мы должны позаботиться о трезвении. И вообще трезвение основывается на изучении Евангелих и заповедей и стремится постоянно исполнять их. По его определениям, трезвение – это твердое устроение ума, это стояние при сердечной двери. Оно видит приходящие к нему помыслы хищников, слышит, что они говорят, познает, что делают, какие образно чертываются и воздвижаются бесами, чтобы прести ум мечтаниями. Конечно, это не всякому мирянину понятно, что он говорит, хотя тот, который вступает на путь подвижнически, невидимо начинает все эти вещи видеть. И для него бесы становятся реальными существами, в реальности которых он убеждается из опытов. И если разобрать трезвение по полочкам, а в этом нам поможет Феофан Затворник, то можно даже выделить некие стороны этого делания. Одной из сторон является внимание. Мы прочитали у Исихи Иерусалимского. Ум видит. Это есть внимание. Внимание к тому, что происходит в душе, в голове, в сердце. Все это замечать. Это дело, которое неизвестно человеку рассеянному, живущему внешними явлениями, вещами, внешней информацией, как мы бы сказали. Тот, который с утра встает, и вместо того, чтобы посмотреть внутрь, по привычке и разобрать, как ночь прошла, начинает читать газеты, начинает узнавать то, что ему не важно, и к нему это не имеет отношения непосредственное. Начинает этим жить. Разговоры на работе, телевизор, радио. Это все постоянно-постоянно не дают внутрь пребывать. Это невнимание к себе. Внимание ко всему ненужному. И невнимание к себе. Чтобы бодрствовать, надо сократить внешний поток ненужной информации. А может быть даже и совсем устранить. То есть некоторые подвижники шли на то, что изолировали себя вообще от любой информации. И специально не узнавали, не интересовались ничего. Примеры такие я вам, кажется, приводил, когда даже имя не узнавали. Зачем мне знать твое имя, если мы сейчас с тобой пообщаемся и разойдемся. А я потрачу внимание на ненужное. Конечно, это может нам показаться крайностью уже, и невежливостью даже. Но для подвижника, который этим занимается тщательно, это становится правилом и даже чертой характера. Но само бодрствование можно связать с сердцем. Это когда ум следит за ощущениями еще. Не только за мыслями, но и ощущениями. Это вторая черта – бодрственность. И третье, собственно, трезвение, когда собирается воля. Феофан Затонник распределяет по трем, как вы поняли, силам. Трезвение как собрание ума, как собрание воли и собрание чувств. У кого все эти три делания, он говорит, есть, тот внутрь. У кого нет хотя бы одного, тот вовне. Значит, нужно собирать и ум, и чувство, и волю. И следить за проявлениями всех этих сил. По его определению, внутрь пребывания в истинном своем виде и есть условия истинного господства человека над собой. Собственно, это условия духовной жизни. Без трезвения духовной жизни нет, и подвиг любой становится недуховным. Значит, держи ум свой без помыслов, чувство своей без развлечения, волю без пожеланий. Сердце без плена, плоть без угодья и покоя. Это и есть то самое трезвение. Ну, для нас, наверное, самым действенным средством является память смертная. Вот то, чего не хватило богачу. Богач забыл о том, что он смертен. Поэтому настроился жить вечно и деятельность свою сообразно этому вел. А если помнить последний свой час, то это поможет собираться или правильно всему давать цену, расставить правильные приоритеты. Если не имеете этой памяти смертной, то смерть окажется неожиданной. То есть, если мы слышим разговор о том, что смерть неожиданно пришла, это свидетельствует о неожидании этой смерти. Ожидать смерть не страшно. На самом деле ожидание смерти очищает и радости наши, и дела от суеты, от каких-то ненужных дел, вещей. Конечно, какое-то первоначальное будет омрачение в связи с памятью смертной. Когда мы думаем о смерти, ну, неприятно. Смерть, она вообще неестественна нам, поэтому тут ничего приятного нет. Но когда ты понимаешь, что это истина, думаешь ты об этом или не думаешь, это всё равно так и есть, но заставляя себя искусственно вспоминать о ней, тем самым живёшь так, чтобы не было мучительно, больно за бесцельно прошлый год. И это будет радовать. То есть, это даст спокойствие совести, это даст не сделаешь таких дел, за которые будет стыдно. Поэтому Господь и настраивает к бдению. Блаженны те рабы, которых я пришел, найду бдящими. Тут пришествие не только Господа, тут, может быть, и наше пришествие ко Господу. То есть, собственно, час смертный – это и есть встреча с Господом. Светильникам при этом путешествии может быть, кроме нашего разума, ещё и Евангелие. Как правило, разума и недостаточно. Вот рассуждения недостаточно. Для того, чтобы рассуждение работало, надо ещё научиться рассуждать. Надо ум ещё воспитать. И тут помогает Евангелие. Евангелие указывает, что и как нужно делать, подключая к этому совесть, которая от греховности засыпает и становится бесчувственной. И формирует вот эту способность к рассуждению, чтобы расставлять те самые приоритеты. Правильно. Тогда сказал Петр ему, Господи, к нам ли притчу сию говоришь, вот эту речь приточную, или ко всем? Ну, как вы думаете, ко всем эта речь подходит? Ко всем. Хотя здесь Господь направляет речь ещё и к апостолам непосредственно. Вот смотрите, кто верный и благоразумный, домоправитель, он говорит, которого Господь поставил над слугами своими раздавательствами в своё время миру хлеба. Не просто слуга, а домоправитель, тот, который поставлен управлять, руководить. Ну, тут понятно, что земные образы, домоправитель, тот, который управляет с хозяйством, знает, что и как сделать, расторопный, находчивый и так далее. И кто будет найден таковым, благоразумным и верным, тот тогда и будет поставлен над слугами, мы читаем. Блажен тот раб, которого Господин найдёт, поступающим так. Над всем имением его поставят. То есть, это уже, вот то, что мы читаем, наставление больше для священников, для учителей, ну, для тех, кто отвечает ещё за кого-то. если же раб тут скажет в сердце, нескоро придёт господин, начнёт бить слуг и сужанок, есть, пить и напиваться, то придёт господин и подвергнет его одной участи с неверными. Кто такой вот этот раб, который бьёт, пьёт, и всё такое делает? Это нерадивый служитель, который может и реально напиваться, пить, есть, бить, да, а может это делать, что называется, духовно. Духовно это значит смущать своим поведением, да, своими словами, как-то соблазнять, ну, действовать отрицательно на совесть и так далее, и так далее, то вот таковой будет, как сказано, наказан. И одной участи подверится с неверными. Рассечёт даже его, смотрите, то есть лишит того дара учительства, которое было ему дано. Потому что может появиться мысль, что это дарование само по себе уже сообщает некую гарантию. Иногда люди, не понимающие этих вещей, обращаются к священникам как к святой отец, потому что имеет священный сан. Но сан это сан, а он сам человек грешный, и он остаётся таковым. Потому что дар этот даётся ему в помощь как раз для этого дела, руководства, наставления. А сам он должен ещё трудиться над своим совершенствием. Безгрешность сам не сообщает. Поэтому рассечёт его, то есть лишит этого дара, лишит благодати, и будет наказан с неверными. Здесь просто сразу я вспомню такой потеряковый пример, когда Макарий египетский идя по пустыне нашёл череп. Ну и спросил «Ты кто?» Я сейчас не буду всё там рассказывать, весь диалог, но там был ответ, что я бывший жрец языческий, что нахожусь в аду и так далее, что твои молитвы облегчают нашу участь, Макаре, молюсь, находя все вот эти черепа, останки людей, но вот там есть примечательная деталь, что стою я на голове епископа, христианского епископа, который как раз лишился этого дара, и в одной участи с неверными оказался. Раз же тот, который знал волю господина и не был готов, и не делал по воле его, бит будет много, значит наказания соответственно будет больше у получивших дар учительства, наставничества. Ну что остается сказать, что не нужно быть уже нам беспечным, я про себя в данном случае говорю, чтобы не потерять этот дар, а приумножить его.